здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал торжок допотопный значит перед тем как перейти непосредственно к ролику как бы даже сказать это ролик то в общем то и не мой я хотел предложить вашему вниманию познакомить познакомиться с одним моим соратником который делает очень интересные ролики я могу смело его назвать исследователем энтузиастом который выезжает на место и снимает и показывают очень интересные ролики давайте значит для начала я вам объясню чё почём и какие ролики я буду вам показывать и он их пару пару роликов я объединю в один и вам покажу вот на какую тему эти ролики будут значит вот есть такой болезнь борисоглебский монастырь в городе торжок поэтому значит монастырю и будет соратник ходить и вам все показывать от себя я маленечко кое-что ему добавлю помогу вот что это будет есть вот такая интересная книга значит называется новейшие землеописания российской империи вот здесь описывается значит тверская губерния и города обратите ребята внимание сколько кирпичных заводов когда вы будете просматривать его на и ролики вы сразу поймете к чему я вам это все показываю вот значит города всякие разные в каждом три четыре пять заводов крупных кирпичных даже вот есть 9 это тверь тверь 9 заводов кашин так так сколько сколько где кашин 1 дальше бежецк 3 кирпичных завода дальше вышний волочок 2 кирпичных завода торжок читаю про торжок торжок при реке тверце имеет два больших ожиренных завода с коих выделанные кожи отправляются в санкт-петербургскому порту и 44 малых 20 дел и 9 солодинных 2 крупяных 4 воскобойных 7 кирпичных ребята 7 кирпичных запоминайте 5 уксусных 7 сыромятных 4 сало то пенных 2 масляных и один израстовый а в уезде два нарочито важных винокуренных завода значит дальше оставших осташков так так 4 кирпичных завода дальше ржев владимиров при волге выше твери так так что тут есть так в этом нету значит по моему это вот окажем фабрики нету кирпичных в остальных во всех есть ставится вот обратите 5 кожевины и соло не воскобойные шуконы 3333 так что тут кирпичные есть нету так ну ладно неважно значит я вам показал сколько кирпичных заводов почти в каждом городе тверской губернии есть тверской губернии есть кирпичные заводы так поняли да запоминайте давайте теперь я маленько вам покажу своего соратника на которого я вам очень рекомендую вам подписаться ребята не ленитесь а смотрите очень интересные у него ролики называется его канал история здравый смысл и никакой магии очень мало количество у него подписчиков вот 107 поэтому как то я ему хочу маленечко помочь чтобы вы смотрели подписывайтесь обязательно подписывайтесь смотрите много у него вот тут роликов интересные на всякие разные темы вот эти вот сейчас два ролика я объединю вот этот вот засыпанные города россии невероятный торжок это значит будет вторая часть и покажу засыпанные города россии торжок это вот совсем недавний сегодняшний ролик 16 просмотров 54 минуты назад просмотров очень мало 16 107 165 122 просмотра то есть есть что у него тут посмотреть рекомендую очень интересно мне нравится как человек рассуждает он работает с картами очень интересно он тут вот по картам все дело потом разбирает смотрите смотрите я когда-то давно значит тоже по этой карте карта была атлас российской империи 1745 года я значит заметил что видно если сравнивать ту карту и сейчас которую которая так этот потоп виден и он также сама рассматривает всякие разные карты поэтому я вам рекомендую подписаться на этот канал который называется история здравый смысл и никакой магии добро пожаловать на канал михаила подписывайтесь на здоровье помогите парню не отчаяться и продолжать свои исследования спасибо за внимание подписывайтесь на канал михаила и подписывайтесь на мой канал спасибо за внимание до свидания смотрите на здоровье здорово вольнодумцы от истории с вами михаил и мы продолжаем второе видео о торжке помните я обещал что видео будет 2 я вам наврал я уже накопал на 5 штук ребят поддерживай меня лайками не стесняемся еще у меня есть хорошая новость что нас уже больше 100 человек то есть 100 человек на меня подписался поэтому я по старой традиции передаю привет андрею дикому ты был у меня сотой спасибо тебе соточка моя всех благ тебе здоровья твоим родным близким и семье спасибо что смотришь мой канал теперь вернемся к делу ребят сейчас я буду рассказывать про бориса глебский монастырь в торжке рассказ будет неоднозначный и маленько в странном формате поэтому я прошу вас мне помочь значит когда вы досмотрите это видео то к тому моменту вы уже будете иметь некоторые знания и некоторое понимание возможно даже мне не будет мое навязаны вам не важно важно что я хочу что вы мне помогли я очень как сказать глубоко зарылся нашел много нового и интересного и главное неожиданного но честно сказать мне оно кажется слегка не то что за уши притянутым но уж слишком фантастично поэтому посмотрев это видео пожалуйста вот прошу вас не поленитесь оставьте в комментариях одно единственное как сказать символ если вы считаете что я ну по крайней мере не идиот и не чушь несу хотя бы поставьте плюсик если прям ну вообще пипец ребят ну не с той стороны зашел поставьте минус я всех прошу плюс или минус пожалуйста в комментариях одну секунду вашей жизни потратьте и сделайте это потому что именно это поможет мне ну не предвзято посмотреть на события и понять куда мы идем и стоит ли мне снимать дальше потому что если моя теория верна или хотя бы имеет смысл и право на существование то мне вторжок еще раз 20 перес ехать причем далеко не сам торжок а за его пределы поэтому ребят смотрим видео и думаем значит а будет маленький необычный формат сначала мы посмотрим где-то трехминутный видеоролик самого этого монастыря и просто под музычку посмотрите что я наснимал и подумайте что вы здесь видите необычного или видите ли вы хоть что-то здесь необычного то есть когда смотрит видеоролик вот этот маленький кусочек поставьте паузу сходите чаю заварите посидите попить чайку и подумайте а дальше будут уже мои наблюдения умозаключения моя теория и анонс следующей части видео по торжку понятно да поэтому давайте сейчас пока прервемся и начнем смотреть видео ролик готовы поехали а 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Поехали! Первое, откуда я хочу сказать, это стена. Как вы видели на видео, и вот вам пару стоп-кадров, в стене, в самом низу, там где у нас земля, имеются различные окна, дверные проемы и прочее. То есть, ну реально смешно, то есть, снизу, где у нас точно земля, да, окна, двери, проемы, все дела. Ну как мы любим, ребят, так строили. Зачем строили, непонятно. Ну вот вам несколько фотографий, наслаждайтесь. Дальше мы видим, что у свечной башни основание сверху и снизу имеет разную облицовку. И самое главное, что снизу облицовка посложнее. Да, это вот, мне кажется, гранит, выточенный маленькими плитами и так далее. Ну то есть, если строили в одно время, то вот видите, да, то смысл делать разную облицовку. Не, ну серьезно, гидроизоляция сверху и снизу у них разная, все у них разное. Но со свечной башней, так сказать, не все. Еще смотрим. Видео я пальцем показывал. У этой свечной башни другое основание, не из красного кирпича, а из вот этого вот камня. Из этого же камня выполнена и одна из стен, та, которая нас интересует с окнами, дверями и прочим. На этом фото видно, что окна заложены красным кирпичом, а стена выполнена из другого материала. Видите? Также у стены нарушена пропорция. С одной стороны она выглядит вот так вот, да, а с другой стороны она выглядит вот так вот. Ну, смешно? Смешно. Но вы скажете, а вот может быть так строили? Но это смешно на самом деле. Что у нас получается, что с одной стороны у нас стена Кинг-Конга остановит, а с другой мы поставим стремянку и перелезем, да? Мы знаем, что в старину монастыри создавались, ну, стены в монастырях, с одной единственной, как сказать, целью. Оборонительный. И здесь мы вернемся к истории монастыря, о которой я вам еще не рассказывал. Значит, ему, он где-то с тысячиных годов упоминается, хотя, опять же, письменных упоминаний по нем, как все, нету, до 1700-х годов. Потом случается пожар, как обычно, у нас там все горело, ну, видимо. После чего его начинают активно восстанавливать. И все ништяки, вот эти самые красивые его здания с колоннами, вот это все, как положено, строится в 1850-х годах, 1850-х. У нас тогда все строилось. Ну, об этом я вам в других видеороликах расскажу. Пока вернемся к монастырю. Значит, оборонительная функция. То есть, с одной стороны, эмоциональному Годзиллу, с другой стороны, стремянку подбрасываем и перелазим. Ну, смешно. Но, ребят, он-то с стенами с четырех сторон обнесен внезапно, и я решил его обойти. И когда я его начал обходить, моя теория стала подтверждаться. Посмотрим внимательней. А вот так строят стену нормальные люди, не усираясь, не пытаясь соблюдать, так сказать, высоту. Ну, получается, что до этого гоним мы все в уровень, неважно, что вниз у нас идет уклон. Это, ребят, стена новая. Как я это понял? А я вам сейчас покажу. Смотрим некоторые фотографии, я комментирую. Поехали. Ну, во-первых, мы видим, что она уже выполнена из красного кирпича, по крайней мере, большая часть. И у нас здесь квадратное окно появляется. Да, оно сейчас заложено, но оно нам впоследствии, через пару минут, поможет в идентификации. Ой, еле выговорил. Вот так эта стена выглядела до реставрации. То есть мы видим, с одной стороны стена выполнена из крупного камня, с другой стороны из красного кирпича. Ну, ребят, тут уже не надо быть там археологом, историком, кем угодно. Мы видим, что стены строились в разное время и на разном технологическом уровне. Еще раз просто посмотрите, как это убого выглядит внутри. Да, вот эта огромная стена. Ладно. Значит, что у нас получается? У нас получается, что одна из стен, самая качественная, крепкая, мощная, из крупного камня, выполнена в другое время. Скорее всего, раньше. Так еще и очень странно. Люди, понимая, что строят на перепаде высот, этот перепад высот не соблюдали, а просто делали ровно. Ну, значит, им так было проще, может, удобнее, не знаю. Эх, как всегда, дураки наши предки были, прости господи, такое строить. Ну, ладно, к лирику мы отходим от лирики и к выводу приходим. А другая часть стены, видать, в другое время строилась, да, из красного кирпича. Значит, моя теория какая, что, да, шел потом, и стены невыдержанного мнения и развалились. Да, передней стены сейчас, кстати, нет вообще, ее перестраивали. А может быть, есть еще какие-то, как бы сказать, доказательства моей теории? Ну, во-первых, мы посмотрим сейчас на старинную фотографию Торжка, которой более 100 лет. И я вам кое-какие наблюдения покажу на ней. Вот эта фотография более 100 лет. Так, кто не знает, цветные фотки делали в 910-х годах. Я подробнее расскажу в своем следующем видео про это все. И автора этого фото назову, и ссылочку дам, и так далее. Но это фото оригинальное. Да, в 910-х годах были цветные фотографии. И вот интересующий нас монастырь. Значит, что мы видим? Значит, во-первых, мы видим, что вот эта стена, видите, она сегментами идет. Я вам уже показывал на видео до этого, и сейчас еще раз покажу, кто не заметил, что вот эти сегменты, это как раз признак той стены, с той стороны, новой стены, из красного кирпича. Эта же стена, как была, так и есть. Вот она под таким же уклоном, ничего у нас здесь, как бы, не приросло. Потопа 19-го, там, 20-го, 21-го века, как сейчас говорят некоторые теории, не было. Мы про Торжок подробнее поговорим, я вам это еще покажу. Но нас интересует, что здесь еще окна кое-какие присутствуют. Здесь же окон точные, дверей не было. То есть, может быть, знаете, у кого-то теория возникла, пока смотрел, что снизу заложено окон. Ну, это, знаете, как обычно у нас, представляешь, все было, правильно? А там еще погреб был, там, всякие ништяки хранили и так далее. Нет, ребят, даже 100 лет назад, в рассвет, так сказать, да, всего, что нам внушают, здесь ничего не было. Понимаете? Не было. А эти окна были. Да, почему они какие-то странные, черные, непонятно. Может быть, они тоже уже заложены в этот момент. Ну, это все лирика. Давайте просто посмотрим, какой же он был все-таки красивый. Вот прям бомбит, как его разрушили, да. Ну, и вот эти шпили, вот это особенно, да, прям вот под наше дело, да, ребят? Ну, и вот удивленные мальчишки сидят, смотрят. Ну, такая вот красота. То есть, что мы выяснили, что вот эта стена была, была разрушена относительно недавно, и здесь дверей никаких не наблюдается. Значит, про эту стену еще очень хочу вещь рассказать. Вы можете сказать, что она специально была разрушена? Нет, ребята, рассказывай, значит. Она была разрушена именно случайно. То есть, вот здесь вот все, весь этот навалившийся грунт выдавливал ее, потому что здесь, ну, смотрите, сколько здесь лишней земли, да, получилось, сколько здесь подсыпано. Он ее выдавливал, и она со временем снова разрушилась. Почему? Я уверен, что ее не специально разрушили. На видео она мне есть, да, в каком она разрушенном состоянии. А потому что, ребят, здесь после революции долгое время находилась тюрьма строгого режима. Я думаю, тюрьма это не тот объект, где при строительстве будут стену сносить. Это понятно. А потом был, так сказать, ну, лечебка для алкашей. Вот так реально в Википедии написано. Я думаю, там тоже стена бы пригодилась. Поэтому, я думаю, стена просто рухнула сама от времени и от напора. Напора всей вот этой массы, которая на нее дает. Раньше здесь, походу, этой земли не было. Видите? Вот она, новая стена. Она как раз из сегментов и состоит, о чем я вам и говорил. То есть, перед и бок были построены гораздо позже и уже из другого материала. Также мы на фото видим заложенное квадратное окно, которое мы видели на стене на предыдущей фотографии. Там тоже впереди у стены были эти квадратные заложенные окна. Получается, мы видим, что на определенном уровне у нас, независимо, как сказать, от других факторов, все сделано из другого материала. Совершенно другого материала. То есть, да, здесь красный кирпич царский, да, так называемая, эта эпоха уже одна. А до этого крупные камни, ровная кладка, мощнецкая стена и так далее. Ребят, ну серьезно, вы это видели? Я это вижу. Ну скажите, если эта теория твоя верна, да, получается, что в монастыре, вот где я ходил своими ногами, где все эти храмы красиво стоят, да, под ним, получается, засыпано целое что-то. Ну, то есть, раз была стена, значит, там были какие-то постройки, и они находятся под землей. Значит, там должно быть какое-то доказательство, может, археологи рыли. Нет, ребят, давайте так. Археологи у нас копают по принципу, что им вельно, то мы и откапываем. Но, да, ребят, на этом месте я нашел очень интересную, так сказать, могильничек, который самые внимательные мои зрители уже на видео заметили. Если вы его заметили, ставим лайк. Если не заметили, я вам сейчас его покажу. Смотрим. Вон он, запретные зоны для входа. Ну, я не поломался, пошел туда посмотреть. Видите, какая штука интересная. Сейчас мы подойдем ближе. Я пока помолчу, а вы посмотрите. Вам что-то уже видно? Ну, кроме того, что он выполнен из той же кладки. То есть, по моей теории, это более древнее, раннее строение, которому, ну, не знаю, сколько в лет. Но важно, что оно не строилось вместе с монастырем. Вы уже что-то заметили? Ну, на видео видно плохо. Сейчас я вам покажу. А вот так оно выглядит изнутри. По официальной версии, она, как всегда, есть. Это у нас погреб. Не, ну, зачем в погребе сверху окно, я понимаю. Зачем в погребе снизу окна, я не понимаю. Ребят, значит, по этому зданию погреба, в кавычках, как я подозреваю, будет он у меня отдельная часть видео. Третья часть видео. А пока давайте попробуем понять, к чему мы пришли. Что часть Борисоглебского монастыря выполнена совершенно на другом техническом уровне. Не хуже, не лучше. Я не могу судить, ребят. У меня нет архитектурного образования. Но на совершенно другом. Дальше, к этому каменному, так сказать, строительству, было интегрировано строительство из красного кирпича. Соответственно, эти вещи строились в разное время. И та стена огромная. Это стена прошлой эпохи. Если бы не было никакого крупного катаклизма, понимаете, как я считаю, то эта стена должна была быть, ну, квадратная. То есть, все четыре грани должны были у нее быть и с той эпохи. Ну, по официальной версии, да, построили там монастырь. В тысячи, там, может быть, шестьсотых, семьсотых годах, возможно, возвели эту стену, да. И жили долго и счастливо. Почему рухнула большая часть стены, я не знаю. Ну, на самом деле-то знаю. Почему у нас весь низ, то есть, все, что находится ниже уровня, построено из совершенно другого материала. То есть, вот как мы сейчас видим на фото. Ну, тоже хороший вопрос. Почему у нас в погребе окна смотрят в землю? Еще более замечательный вопрос. Ох, даже не знаю. Выводы-то получаются совершенно однозначно. То есть, моя теория, то, что, помните, я в пейнте-то рисовал. Она совершенно кажется грамотной и ясной. И не устояли стены. Еще мне, значит, для любителей разводить, так сказать, в комментариях, то, что они любят разводить. Ребят, вот эти все камни, это не фундамент. Ну, то есть, с одной стороны, да, действительно, это фундамент, но это не фундамент запланированный. Потому что, как мы видим, да, что с другой стороны строение, та же стена, без такого фундамента вообще находится. Видим, что зачем-то из такого фундамента у нас даже верх целого погреба сделан. Верх-то уже можно было сделать, наверное, из красного кирпича. Скорее всего, этим погребом просто, как сказать, нашли и пользуются. Вот. Видите, как он странно со стороны, да, смотрится? Так вот, получается, что по моей теории, по моей теории, да, действительно, вот потоп вот здесь вот столкнулся со стенами, набрал тут уровень, засыпал то, что раньше стоило на этом месте. А на этом месте что-то по-любому было, раз стена-то старая стоит, да, и вот погреб погребенный, так сказать. Вообще погреб погребенный, интересно. Ладно. Вот. И после чего стена со временем разрушилась. Может быть, даже в тот же день, в день, так сказать, наводнения. Может быть, через 20-50 лет. Но ее перестроили. Вокруг тоже сделали застройку. Добавили немножко датировки. Я про то, что датировка была изменена, я вам покажу позже, в следующих видео, потому что уже как бы есть основания это полагать. Потому что там есть 1700-х годов постройка одна. Про нее мы поговорим. Вообще проговорим про их церкви 1700-х, 600-х годов, которые у них там присутствуют, и покажем, почему они не таких годов на самом деле. Но это чуть позже. А сейчас, ребята, еще раз посмотрите это видео, если вы не поняли, да, и увидите, увидите, что целая огромная стена из другого материала, что у нас погреб, погребенный из другого материала, основание сочной башни из другого материала, а сверху все надстроилось из красного кирпича в 1800-х годах. А что же было-то до этого, что такая, ну, я не помню, что у слова, монументальная стена рухнула. Все, ребят, ждем третью часть видео, где я про этот погребок расскажу. Ставим лайки, подписываемся, рассказываем друзьям. И помните, что вам нужно поставить плюс или минус в комментах. Если вы согласны, что теория моя, в принципе, более-менее, то плюс. Если я полную чушь несу, то минус. Потому что, ребят, мне сейчас придется в торжок еще несколько раз ездить, чтобы теорию развивать. Сэкономьте мне бензина. И, правда, она всегда намного удивительнее вымысла. Все, спасибо всем. Пока. С вами был Михаил. Здорово, вольнодумцы от истории. С вами Михаил. И помните, мы остановились с вами на этом погребе с ледником. Я еще пошутил, что есть у меня один могильничек. Но шутки шутками, а я-то не шутил. Ребят, я сейчас скажу вам вещь, от которой вам станет, может быть, даже дурно. Может быть, непонятно. Поэтому всех пожилых я прошу отойти от экранов. Всем остальным сесть. И, как бы сказал Михаил Николаевич покойный, да, наберите воздуха в грудь. Вы готовы? Готовы? Точно готовы? Так вот, я вам сейчас докажу, что в центре тысячелетнего православного монастыря стоит древняя римская пирамида погребальная мавзолей. Так, все живы? Кто в обморок упал, я вас маленько подожду. Бред, ребят? Бред, конечно, бред. Бредовый бред в бреду, я бы так сказал, да? Но сейчас простыми легкими движениями я вам начну доказывать обратное. Первое и самое главное, что я начал смотреть старинные фотографии. И понял, что я цепанулся за маленькую ниточку, которая поможет мне размотать клубок. Когда я пошел разматывать этот клубок, на меня вывалил целая швейная фабрика. Я еле-еле-еле сдерживаю себя сейчас, чтобы просто не орать и не визжать от того, что... Аааа, почему они все это скрывают? Вот. Так, все. Только факты и еще раз факты. Прошу прощения, все-таки я тоже человек. Так вот. Значит, погреб это был. Пирамидальный. Как у них, говорит, с ледником. А может и не пирамидальный. Мы же пока не знаем, правильно? Ну, да, сейчас, конечно, картинки пирамиды, да, из дерева крыша. Но у нас полстраны в таких пирамидах, скажете вы. Но, ребятки, продолжаем. Значит, что я сделал? Я взял, стал смотреть старые фотографии. Вот, нашел фотографию. Видите? Похоже? Только с пирамидкой, да? Торжок. Торжок. Все видим? Кстати, видите, с твердым знаком, то есть, доверационная. Но здесь написано, что это какой-то Митина. Я загуглил пирамида Митина. И знаете что, ребята, я вам так скажу? Оказывается, пирамиды, это нормальная архитектура торжка. Также и всякие вот такие вот сооружения из крупного камня и прочее. Торжок, так сказать, родина античности. Вы думаете, я несу бред? Мы сейчас переместимся в Митина. Вот, значит, у нас торжок, кто мне не верит. И вот здесь вот у нас где-то Митина находится. Мы сейчас увеличим и увеличиваем Митина. И что мы находим? А мы находим погреб пирамида усадьбы Митина. Погодите. Во-первых, здесь очень интересно сделали такой этнопарк, где нам покажут нашу древнюю культуру. Как мы все делали из дерева. Я сюда, кстати, как-нибудь съезжу, сделал отдельный видеоролик. Нас интересует погреб пирамида. Давайте на нее посмотрим. А вот она. Ну что, ребят, не пахнет сенсацией? А если посмотреть, как она выглядит, когда ее не прячут? Узнали с картинки? Кладочку. Все узнаем. Кстати, здесь обратите внимание, она сделана из кирпича. Из кирпича. Это очень важно сейчас. Просто запомните. Да? И с добавлением действительно крупных камней. Мы это видим. До сих пор они висят. Вон над входом какой камень. Так. Сейчас я нашел, значит, про усадьбу Митину статью. Я вам скину. Очень интересно. Автор вообще молодец. У них вообще, на самом деле, в Митинах, короче, много таких руин. Кстати, вот основание камня, посмотрите. Нас пирамида интересует, да? Вот она. Сейчас выглядит вот так. Прячут ее от нас. Ну, оно, в принципе, понятно. Вот такие камушки там над входом, да? Еще руины. Ну, вот фотка сгоревшая нас интересует, да? То есть, видите, камень? У меня там один критик говорил, что в Торжке, да, там, в основании храма камни лежат. Они там так и были. Ребят, эти дикари, вон, какие камни, вот, в основании, в основании. Они в потолок этот камень вбили. Понимаете, уровень мастерства? Но мы это видим, что все это сделано из кирпича. Понятно? Улавливаете? С небольшим добавлением камней. А погреб, который нас интересует, он у нас уже с большим добавлением камней. Да что там, он только из них и сделал. Вот, кстати, огромное количество фотографий по пирамиде Митина. То есть, я не один такой псих, да? И пирамида в Митина, да? И погреб при Соглядском. То есть, вот оно есть. Но погреб у нас сделан, как говорится, и исключительно вот из камней. Вот они такие большие в основании. В пирамиде Митина же эти камни присутствуют, но их уже гораздо меньше. То есть, она либо реконструировалась позже, да? Уже новой кладкой. Либо, может быть, вообще делалась с нуля по образу и подобию. Нормальная архитектура для торжка, как я уже говорил. Вот, и стал я изучать эту Митинскую пирамиду. И смотрю, такое надпись-то интересное. А вот и Митинская пирамида, она по масштабу превосходит Никольскую. Хотя не имеет ледника. В смысле Никольскую, думал я. Щелкнул сюда и выяснил, что и в Никольском усадьбе. Это тоже рядом с торжком. Сейчас я вам угол карты покажу. Уходим. Возвращаемся в торжок. И вот сюда идем по направлению. Большую вишню чуть пониже. Вот погреб пирамида. Видите, в Никольском. Щелкаем. Ну, я вас не обманываю. Ну, пожалуйста. Ребят, нормальный сельский торжокский погреб. Вот здесь уже все из камня выложено. Кирпича мы здесь не видим. Качество здесь уже немножко получше. Вы уже кое-что заметили, я надеюсь. Но, подождите. Не все сразу. Не все сразу, родные мои. Ну, тут фотографии. Провал, который проваливается. Ну, а мы вернемся именно к усадьбе. Да. Здесь, кстати, тоже у них нормальная торжовская архитектура. Поверх красного кирпича. Такие ништяки класть. И вот она, пирамида. Вы уже видите то, что вижу я? Ну, подождите. Подождите. Пока с выводами не спешим. Давайте, в принципе, заглянем в пирамиду. Вот она здесь есть. Вот эти, кстати, приемки. Ну, прямо для погреба, в принципе, да? Это же нормальный погреб, наверное, кими тут, не знаю, может быть, украшать, как это называется, статуями, да? И внутри вполне себе нормальный человеческий погреб, да? Вот у меня у деда именно погреб так же выглядел. Да? У вас такие же, у всех же, да, в деревнях погребы стоят? И я прошу внимания, вот эти вот моменты пока сейчас внимание обращаем. Я вам сейчас все расскажу. Вы пока просто смотрите и доверьтесь мне. Поняли? Но, но, что еще должно нас было насторожить? А оказывается, ребята, такие пирамиды уже строились. А, Екатерина. Пирамида, да? Екатеринский парк. Царское село, по-моему, с ним память не изменяет. Вы знаете, очень много интересного подчеркнул. Смотрите, в документах 18 века пирамиду называли египетской. Пирамиды из дикого камня. Ребята, наблюдаем дикий камень? Просто прям дичайший камень, да? Пирамиды с урнами, пирамиды мавзолеем. Очень важный момент сейчас будет. Пирамиды беседкой. Ну, то есть люди там могли тусоваться. То есть никто не знал, для чего она была нужна, правильно? А вот здесь интересное пояснение еще. Позеленевшая, заросшая мхом поверхность – это традиция для парков конца 18 века. Ну, конечно, традиция их там снесло всех. Людям убираться некогда, не то, чтобы пирамиды чистить. Ну, традиция. Столетняя романтическая эпоха сооружения придает ему черты древнего мавзолея. Поняли? В 17-м столетии, то есть романтическая. Это романтично, понимаете, ребят? Хотите сделать своей девушке приятно? Покройте квартиру мхом. Все, совет от историков. Поняли? Поняли. Продолжаем. И теперь внимание. В стенах внутри пирамиды сделаны ниши для траурных ваз. И можно посмотреть, как выглядят эти ниши. То, знаете, тут должен быть такой звук сейчас. Ну, понятно, да? Больно, блин. То есть, вот я сейчас в пенте просто соединил. Вот. Вот у нас в погребе. Видите, что есть? Места для хранения урн с останками. Ребята, погреб. Погребать. Погребение. Помните, я так сделал акцент? Чувствуете разницу? То есть, что мы имеем? Что у нас внутри православного храма стоит? Римская. Римский мавзолей. Нормально? Дальше больше. Давайте вот. Отличие между этими местами. Ну, понимаем, здесь кирпич, современная кладка. То есть, это действительно могло бы построено быть во времена Екатерины. Почему нет, кстати? Да? Она захотелась в мавзолее. Там по официальной версии, почитайте. Ссылки себе будут, что. Как раз вот по образцу этого мавзолея римского, который ей понравился. Она такой же себе здесь сделала, понимаете? А здесь что? А здесь старинная кладка. Старый камень, старый кирпич. Она переплетается, как я уже показывал вам, с основанием. Ну, то есть, стены. Старая стена родная. Она сделана, в принципе, из того же материала. И, кстати, неплохо облицована. Я когда уже видеоролик монтировал, я заметил одну интересную особенность. Сейчас я вам ее покажу. Ну, то есть, мы здесь явно видим, из чего сделана стена, да? Вот, пожалуйста, разборка. То есть, тут не о чем говорить, да? Но при этом, но при этом, если на саму стену смотрим, мы видим ее из, ну, другого маленького материала, получается. Я вообще подозреваю, что это либо поверх были ровно отточенные блоки положено, чтобы красиво было, чтобы все вот эти окна появились в земле и прочее, да? Либо, может быть, это даже какая-то облицовка. То есть, если мы сейчас посмотрим на эти ровные прямоугольники, да, получается, да? То, в принципе, в принципе, это все уже не так за уши притянуто. Тоже, получается, видите, здесь тоже прямоугольники, да, получается? Ну, и это, в принципе, вполне себе похоже на крепостную стену. То есть, может быть, даже они в одном стиле в одно время построили. Да? Пирамидка. Видите? Кстати, она тоже закопана. А теперь, внимание, ребят, какая разница между этой пирамидой? Да? Сейчас, кстати, уберем ссылки. И вот этой. Скажите мне явную разницу. Ребят, они разного размера. Эта пирамида гораздо меньше, правильно? Чем вот эта. Чем еще учесть, что это вон еще закопано, ее еще откапывали. И какое мы можем сделать на основании этого предположения, ребят? Ну, предположение здесь может быть только одно. Но если такая большая разница, да, между высотой пирамид, то, может быть, наши пирамиды в торжке закопаны? Понимаете, о чем я говорю, да? И это как раз укладывается в моей теории. То есть, я просил посмотреть предыдущее видео. Кто не смотрел вдруг, но дошел до этого момента, посмотрите его. Я там примерно прикидываю уровень грунта. И у меня получается, что, в принципе-то, все сходится. Видите? И что, получается, мы имеем на данный момент? Что совершенно ясно, четко и понятно. Вот, кстати, если кто думал, что я, может быть, что-нибудь подделал, вот эти урны. Они как были, так и есть, да? То есть, более древняя кладка. И, соответственно, вот они, места под прахом. То есть, что мы, получается, доказали? Что у нас в центре торжка, в православном монастыре, стоит римская... Я сейчас даже в Википедию зачитаю вам, чтобы вам было понятно. Древнеримский мавзолей в форме неправильной пирамиды. Вот так вот, ребят. Понимаете? А давайте мы сейчас маленько еще про эту пирамиду поизучаем. А знаете, где эта пирамида у нас часто встречается? Ребят, на картинах моих любимых руинистов. Смотрим. То есть, вообще, похожие пирамиды часто в Европе встречаются, да, на картинах руинистов? Помните тему, что они фантазеры? Не все так просто, да? А есть картина явно прямо вот, видите? И рядом вот эта крепость. Кстати, обратите внимание на кладку крепости, да? Сейчас я вам кое-что интересное покажу. То есть, вот мы берем эту картинку и смотрим, что здесь находится. Да, вот она крепость, вы видите, да, что? В принципе, совпадает. То есть, этот человек не фантазер. Хотя вот рядом реально разруха небольшая. Но, ребят, смотрите. И смотрим на эти фотографии. И с одной стороны крепости мы тоже видим крупные камни. Кладка, да, арочная. Которая в красный кирпич переходит. Вам серьезно это уже ничего не напоминает? Ну, тоже. Вон толстая кладка перетекает в кирпич. Вполне себе современный. Ребят, ну, в Ташке еще есть замечательные места. Сейчас я вам покажу. Всем известный Чертов мост. Вот. Видите? Тоже кладка без единого камня. Естественно, знают, кто построил, когда построил. Ребят, ну, всегда. Всегда все обо всех знают. Вон, видите. Ну, единственное, что не знают, как построили, на самом деле. До сих пор загадка. Там, что внутри, видите, красный кирпич интегрирован. Поверх вот такого, да? Здесь, кстати, ночной дозор снимали. Кто не узнал? По-моему, где-то здесь... О! О! Узнали кадры теперь, да? Ну, ребят, это опять же еще не все. Мы, опять же, уходим на гугл-карты. И опять идем в торжок. Я вам прямо сейчас покажу. Торжок. Грузины, видите? Очень интересное деревня, грузины в торжке. Она сама по себе интересная. И у нее тоже есть мостик. Сейчас я вам покажу его. О! Волонный мост. Пожалуйста. Вот он. Я мимо него часто езжу. Вот вам античные руины торжка. Римско-греческие пирамиды. Какие-то мегалиты прям. Не знаю совершенно. Вон, без кладки. Такие мостики клали в торжке, да? Ребят, давайте логику и маленько порассуждаем. То есть, здесь даже на территории монастыря, да, написанную фотографию, показывал, да, что это погреб с ледником. То есть, люди реально его используют для хранения пищи. Пищи. А мы с вами сейчас убедились, да, что это мавзолей. А теперь, внимание, вопрос знатокам. Что у нас должно было произойти в нашей с вами стране, да? Что в святом месте, а я верующий человек, для меня храм и монастырь это святое место. Так вот, в святом месте люди начинают хранить продукты там, где до этого были покойники. Покойники, на кладбище, ребят, просто вы вынимаете труп из гроба и кладете туда мешок картошки. Вы будете потом есть эту картошку? Только честно. Вот я по первой ссылке перешел, мне даже в голову это не приходило. Смотрите, мы можем сказать, что вот Екатерина сделала себе погребальню, да? Ну, захотелось ей. И всем понравилось, стали строить такие же, да? Вот в одной деревне я показал, в Митина и в Никольском я показал. И в принципе, ничего не противоречит такую погребальню построить в православном храме. Ну, а почему нет, в принципе? Ну, логика, да? Но, ребята, там есть места, точнее, они там только есть, для хранения урн с прахом. Негативное отношение русской православной церкви к кремации объясняется прежде всего тем, негативное отношение к кремации. Что такой способ погребения расходится с церковной традицией. То есть, сейчас-то уже, когда как бы церковь-то не так, не сильно, кажется, не рулит, да? Да и людей у нас все меньше и меньше верующих остается. Кремацию не одабривают. А вы почитайте, там, в принципе, есть интернет этими статьями. Там много интервью, всякие батюшек берут, да? То есть, сейчас уже не одабривают, да? А 300 лет назад это вообще было преступление, наверное, кощунство, так сказать. То есть, зачем нам строить мавзолей на территории православного храма? А может, там он уже был на тот момент? Тысячелетие стояло? Может быть, столетие? Я не знаю. Но суть в том, что я считаю вот данную тему доказанной. Теперь, что я хочу от себя пообещать? Значит, во-первых, Дима, если смотришь это видео, нам стоит, походу, надо ехать торжок. И не только в него одного. Значит, я обязательно схожу и в Митина, и в Никольское погуляя, посмотрю по руинам. Кстати, в одном из этих мест еще есть одни античные руины. Я их пока приберег, так сказать, на сладкое, ребят. Пока подождем, да? То есть, я схожу туда, погуляю, посмотрю. Если со мной будет Дима, я попробую слазить даже в этот погреб. Хоть он, ну, который в... Ой, боже мой. В Борисоглебском монастыре, вот то, что я сейчас рассматривал, да? Я просто почему-то не полез, когда сейчас был. Две причины. Первая, я, во-первых, верю в то, во что рассказываю. То есть, если я понимаю, что подо мной погребение в районе 5-10 метров, ну, плюс-минус, да? То я просто тупо боюсь провалиться. Я вешу 110 килограмм, поэтому я по таким местам ходить опасаюсь. А если со мной будет Дима, то, по крайней мере, хоть будет кому мой труп найти. Правильно? Правильно. Поэтому, Диман, на тебя вся надежда. Это раз. А два, и самое главное, зона запретная. Пока я туда полезу, Дима постоит на шухере. А то мне еще солью в попу выстрелят. Все бывает. Правильно? Поэтому, сейчас я на данный момент расследование по погребам этим считаю законченным. В том виде, в котором оно есть. Про торжок я еще немножко расскажу. Потому что, все-таки, город очень интересный. Как выяснилось. Для меня это было полной неожиданностью. Столько лет туда ездил и не видел очевидных вещей. То есть, пока по погребам все. Значит, в торжке я еще буду. Я съезжу обязательно в обе эти усадьбы. Поснимаю там. Залезу в те погреба. Пальцем поковыряю кладку. Посмотрим, что из чего сделано. А вам же нужно меня поддержать. Репост нам видео. Лайком. Просто добрым комментарием. Может, совет кто даст какой. Может, критику какую. Ну, подписывайтесь, короче, ребята, на мой канал. А то я видосы пилю. Причем, мне кажется, я годное видео делаю. Мне кажется, простите, что я сам за себя сужу. Но кто в последнее время у нас находил тысячелетний римский некрополь в центре православного храма? Ну, я. Скромный ваш слуга. Все. Спасибо вам большое, ребят. Давайте. Я надеюсь на вашу помощь и поддержку. Спасибо.